Первичный продукт добычи промысловиков это еще не нефть. Специалисты называют эту жидкость эмульсией. Чтобы она все же стала нефтью, ей необходимо пройти непростой технологический процесс. Этим как раз и занимаются сотрудники центрального пункта сбора, сокращенно ЦПС, на месторождении Каменное. Наш центральный пункт сбора предназначен для того, чтобы разделить эту нефтяную эмульсию на нефть, воду и попутный газ. То есть у нас происходит гравитационный отстой, термическая обработка эмульсии. Разделение эмульсии на составные части начинается с добавления в нее специального химического реагента, который значительно ускоряет процесс отделения подтоварной воды. После этого начинается термический этап обработки углеводородной субстанции. Для этого на предприятии используют специальные печи. В печи нефть уже поступает с реагентами. Затем она нагревается, что в дальнейшем способствует отделению воды от нефти и газа. После отделения воды полученную субстанцию перегоняют в специальные сепараторы. Таким образом попутный газ транспортируется в отдельные резервуары. В итоге от первоначальной эмульсии остается только нефть. Затем ее перегоняют на прием издаточный пункт 807 в Красноленинское, где уже операторы Лукойла передают черное золото в магистральный нефтепровод Транснефти. Самое пристальное внимание на центральном пункте сбора Каменная уделяется вопросам экологии. Деятельность ЦПС ведется в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. Все объекты негативного воздействия построены и эксплуатируются в соответствии с нормативными и проектными документами, имеющих заключение специализированными организациями. На предприятии регулярно проводятся проверки всех источников выбросов. Специализированные организации берут пробы, проводят соответствующие анализы. Исследования говорят о том, что превышение допустимых норм отсутствует. Приезжает к нам специализированная организация, специальные приборы у них для этого с собой. Мы на трубе откручиваем вот эти заглушки, они устанавливают свои приборы, производят замер и, соответственно, потом проводят по этим замерам уже анализы. Мониторинг осуществляется специализированными организациями по договору. Ведется контроль за деятельностью данного объекта не только нами, но и контролирующими органами ХМАУ Югры. Нарушений не выявлено. После разделения нефтяной эмульсии на составляющие, подтоварную воду сразу же транспортируют на блочно-кустовую насосную станцию номер 35, и далее ее загоняют обратно в пласт. А попутный газ утилизируется здесь на все 100%. После отделения газа и воды газ поступает на вакуумную компрессорную станцию, сжимается и транспортируется на КС Каменная. Часть добытого газа идет на нужды предприятия, а остальное транспортируется по газопроводу в деревню Каменная. Близкое соседство с нефтяниками выгодно отразилось на жизни местных жителей. Не так давно, благодаря нефтяникам Лукоила, Западной Сибири, деревню полностью газифицировали. Таким образом, производство на центральном пункте сбора Каменная получается безотходным, выгодным и экологически безопасным. Кроме того, предприятие регулярно внедряет на производстве новые технологии. К примеру, в этом году будет отреставрировано 30 километров нефтепровода с применением труб с полимерным, антикоррозийным, внутренним и внешним покрытием. Это положительно скажется в первую очередь на экологии, а также позволит значительно увеличить срок эксплуатации новой ветки. Михаил Малеев, Шамиль Саидов. Специально для новостей.